Пожар в гаражно-строительном кооперативе Луки уже не что-то из ряда вон выходящее, а вполне привычное явление. Несколько раз огонь уничтожал там десятки боксов. Последнее возгорание, по словам владельца одного из гаражей, произошло в феврале этого года. Причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности, которые инспекторы в течение долгого времени не могут зафиксировать. Собственники боксов не появляются в гаражном кооперативе, а без них попасть в боксы проверяющие не могут. Если нет собственника, я не могу войти в помещение, которое закрыто, запрещено у нас в Конституции. Не могу зайти и, соответственно, не могу выявить те нарушения, которые на самом деле есть. Накануне Пасхи гаражный кооператив Луки посетили сотрудники Федеральной миграционной службы. С тех пор приезжие из братских республик, работающие или проживающие в кооперативе, настороженно относятся к гостям. Инспекторы Госпошнадзора встретили уже привычно закрытые двери. На этот раз причина проверки – жалоба, поступившая на телефон доверия главного управления. Позвонивший сообщил о том, что в боксах 120, 134 и 135 проводятся ремонтные работы. По правилам пожарной безопасности, производить данный видный работ в гаражных боксах запрещено. Попасть в боксы инспектор не смог, значит, он не может и зафиксировать имеющиеся нарушения. Он узнает владельца гаражей по голосу, видеться не приходилось. Телефонный разговор заканчивается ничем. Некто Владимир находится на лечении, открыть боксы не может. Неоднократно здесь бывали пожары в 2008-2007 году, загорали и по 20 гаражных боксов. Люди жалуются. Боксы 120, 134 и 135 не только угрожают пожарной безопасности гаражного кооператива, говорит владелец одного из гаражей. Сотрудники нелегального автосервиса, по его словам, до чужого добра жадные и выпить любят. Жалобы законопослушных собственников прокуратуру никаких результатов пока не принесли. Теперь с просьбой разобраться в происходящем на территории гаражного кооператива Луки к сотрудникам этого ведомства обратится и инспектор госпошнадзора. Евгения Августина, Артем Леднев, телекомпания Одинцова.